Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю шоколадные кето-трюфели по своему авторскому рецепту, который я разработал, чтобы получить идеальные шоколадные трюфели для всех ценителей классического вкуса, плотной формы и однородной текстуры. Кето-трюфели по моему рецепту получаются с насыщенным вкусом шоколадного ганаша, с использованием 100% тертого шоколада и натуральных сливок, что не только гарантирует выход натурального продукта, но и напоминает те самые классические трюфели, которые были очень популярны в советское время. Технологии приготовления кето-трюфелей, с которой я хочу поделиться, нет в открытом доступе и нигде не повторяется, чтобы получить настолько глянцевый и однородный ганаш для формирования шоколадных конфет. Помимо яркого шоколадного вкуса, кето-трюфели не вызывают скачки глюкозы в крови и ответной реакции инсулина, что является отличным выбором для всех, у кого плохая тазератность к инсулину, а также для людей с сахарным диабетом второго типа. Кето-трюфели отличный выбор для всех, кто на низкоуглеводном питании, либо следит за своим весом. Процесс приготовления простой и доступный, особенно если вы готовите на канале Сладкий Мастер. Друзья, более подробное описание рецепта, также особенности и мерные значения по продуктам, смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под карте публикации. В сотейник со сливками всыпаю эритритол. Перемешиваю на среднем огне, чтобы эритритол полностью растворился в сливках. Добавляю рубленный и тертый какао. Перемешиваю лопаткой, чтобы тертый какао растворился в сливках и получился шоколадный ганаш. А вместо тертого какао можно использовать темный шоколад. Все пропорции на темный шоколад я указал в рекомендациях. По мере вымешивания шоколадный ганаш становится более однородным и густым. Выключаю огонь и в шоколадный ганаш добавляю сливочное масло. Перемешиваю лопаткой, чтобы масло полностью растворилось в шоколадном ганаше. После того как масло растворилось, снимается теник с огня. Вот такая неоднородная шоколадная масса получилась. Видно как жирное масло делилось от плотного ганаша. Для аромата я использую ванильную пасту Bourbon с семенами ванили. Вы можете использовать классический ванильный экстракт. Добавляю ванильную пасту в шоколадную смесь. После того как шоколадная смесь немного остыла и стала теплой, пробиваю ее блендером до получения однородного шоколадного ганаша. Такой технологии вмешивания жидких жиров в плотный тертый какао нет в общем доступе. Данная технология получения идеального гладкого ганаша была протестирована мной и успешно применена в изготовлении из теле из шоколада, а также для приготовления шоколадной кето глазури и шоколадной кето пасты. Благодаря соответствию пропорции продуктов, температуры и применении блендера, вы получите идеальный шоколадный кето ганаш, который можно использовать на свое усмотрение. Друзья, обратите внимание какой однородный плотный шоколадный ганаш получился. Он глянцевый и очень шоколадный, ввиду использования стопроцентного тертого шоколада. Этот ганаш уже готов к формированию трюфельных конфет, но я хочу показать как можно его использовать, если убрать в холодильник в качестве заготовки. Мой ганаш простоял в холодильнике всю ночь, он стал очень плотный. Убираю шоколадный ганаш в микроволновую печь на полторы минуты, чтобы он стал мягкий. Шоколадный ганаш размягчился и готов к работе. Пробиваю шоколадный ганаш блендером до получения однородной текстуры. Друзья, если нравятся мои кето рецепты, буду очень благодарен вашему лайку на это видео. Таким образом вы не только продвигаете рейтинг канала, но и мотивируете меня снимать проверенные и стабильные кето рецепты на канале Сладкий Мастер. Шоколадный ганаш готов, он гладкий и однородный. Шоколадный ганаш перекладываю в кондитерский мешок с использованием большой стеклянной емкости для удобства. Для отсаживания шоколадных кето трюфелей, я буду использовать круглую насадку, вы можете использовать иную насадку на свое усмотрение, либо формировать трюфели чайной ложкой. Шоколадные трюфели можно отсаживать как на силикон, так и на пергамент. Шоколадные трюфели убираю в холодильник минимум на 2 часа. Спустя 2 часа снимаю трюфели с силиконового коврика и перекладываю их на тарелку. Трюфели очень легко снимаются и не оставляют следов благодаря плотной текстуре, в целом у меня вышло 35 шоколадных конфет по 20 грамм. Шоколадные трюфели обсыпаю керобом, чтобы завершить их украшение. При отсутствии кероба используйте какао порошок. Рецепт кето трюфелей по моей технологии приготовления имеет очень много преимуществ и основное преимущество это получение стабильного шоколадного продукта с однородной текстурой при использовании тертого какао с добавлением животных жиров и без применения какао масла, что в свою очередь является невыгодно. Все ингредиенты настолько стабильны и главное быстро вмешиваются, что данный способ приготовления шоколадных кето конфет это просто находка. А учитывая, что шоколадные кето трюфели это по-настоящему изысканный десерт, обязательно сохраните данный рецепт как лучший в категории шоколадные кето рецепты по-быстрому. Спасибо мои дорогие за подписки, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал. Субтитры сделал DimaTorzok